О, вот шикарно. У вас новая камера, да, я смотрю? Эта камера, она такая новая с тех пор, когда последний наш стрим был, но ей мы уже пользуемся, чтобы записывать наши свои стримы. Это да. Коль, а что ты камеру выключил? Сейчас, так, выключил. Сейчас вроде включил. А это что за окно на камере находится? А это как раз фигня такая. Ты что с ней хочешь делать? Я не знаю, что это болтается. Окошко, всё, оно ушло. Слава, убрал окошко, это лишнее. Значит, это как бы вот, это ребучка видна, это Господь Иисус Христос, Господь. Коль, а почему твой крестик спрятан? Да, кстати, крестик уже достали для антуража. А так красиво, действительно. В общем, для хэллоуинского православного. В общем, мы сейчас запустили тоже такой тренд, что православный хэллоуин, потому что нас так сильно достали православные активисты, не путать с попами. Именно активисты, это не попы любимцы. Которые говорят, не празднуйте хэллоуин, не празднуйте хэллоуин, не празднуйте хэллоуин. А почему нельзя праздновать, если это, в общем-то, светский праздник, это костюмированная вечеринка. Ну, это точно. В общем-то. Точно, любимка. И поэтому, почему бы не праздновать? И мы решили, что праздновать будем. Вообще, хэллоуин мы празднуем с 18-го года. Первый раз мы просто пробный был. Даже тыкву мы сначала пытались вырезать, но потом разломали и съели. Да. В 19-м году у нас уже была тыква, у нас была кровь в бокалах. Ага. И даже записанный видос. Православных вампиров. Представляешь, и даже видос записывал. А вы можете показать вашу тыкву? Какой интересный. А вот она не видно. Поближе ее так показать? Сейчас покажем. Хэллоуинская тыква. Вот же тыква, любимая. Да, да, да. Можно ее поставить поближе. Можно и вот так, да. Да, кстати. Ой, почему ее не... Сейчас, а я ее подниму. Это нашла издарова. Сейчас, подожди. Вот у нас не было такого колпака. Не было. И денег тоже. Как у ведьмы. А мы и слили, что... О, красиво. И, кстати, тыква, обратите внимание, что тыква, она начинает от свечки внутри живьем вариться. Да. Да, интересно. И сейчас так замечательно пахнет тыквой. Да. Что мне прям сладкого захотелось, Астан. Да. Прям сразу сладкого так захотелось. Представляешь, Аня? Да. Так, ну что? Сейчас я поставлю тыкву на возвышение. Так, эта коробка, она выдержит наше любимое тыкво? О, вот так вот видно. Вот так лучше. Значит, вот у нас Буденовка. Это как раз подготовлено к приближающемуся... Астра, у тебя фон сегодня такой красивый. Это здорово. Ты такая счастливая. Так что вот у нас такая... Спасибо. Я тоже... Ой, а какая музыка была? Именно вот это песнопение прям... Хорошо подняло настроение прям... Так это специально для вас. Специально под атмосферу православную. Спасибо, царит. А у вас мы видим еще какая-то там такая розовая подсветка. Это что? Да, это светодиодная лента, я ее просто так чуть-чуть... Она у меня видна. Ну так это же здорово. Да, красиво. Мне очень нравится, да. Да, спасибо. Я ленту нестандартная вообще. На самом деле я тоже собираюсь на Хэллоуин сделать тыкву, вырезать глазки, там все, свечку поставить. Но вот я не знаю, ее можно будет потом использовать как-то в приготовлении, если там уже будет свечка стоять и все такое. Потому что я думала, что нельзя. Ну, если это все аккуратно сделать, то почему нельзя, Анечка? Прошлогоднюю тыкву мы съели. Съели и ту тыкву. Хотя у нас даже и подставки не было хорошие аккуратно, но как-то получилось и приготовить и съесть. А самое главное, когда тыкву будешь резать, сначала надо ручкой шариковой разметить. Потом аккуратно вырезать рот, из него ложкой, как скрипком выгребать всю трепуху, промыть водой обязательно, чтобы она подольше сохранилась. И желательно не хранить около батареи, чтобы она не испортилась. Это точно, это 100%. По правилам вообще тыкву там можно и выдалбливать, и высушить, чтобы она была как фонарик. Ну, тогда ее уже потом не съесть. Ну, это да. В общем, изготовление тыквы – это замечательный мастер-класс, и поэтому хэллоуинская тыква – это как новогодняя елка. А, кстати. А у носителей самой хэллоуинской культуры вообще хэллоуин, он длится всю неделю. И, собственно, ночь с 31 на 1 – это кульминация праздника. А до этого у них, ну, в общем, как масленица идет. Да. Мы это тоже почитали по этой теме, мы просветились, поэтому, как бы, раз мы первые православные основоположники хэллоуина, то мы эту тему стараемся изучать, развивать. Главное, чтобы нас церковники потом не забанили, Коль. А нас не могут церковники забанить, потому что вот священника могут исключить, лишить сана. Какого-нибудь там церковного певчего могут лишить работы в храме. А мы независимые блогеры. А, но только потом в церковных танцах тоже будут отказываться. Да, нет. А мы пойдем тогда к тому священнику, который нас не видел. Да, тут пришел донат. Спасибо большое, Вульпес, за 777 рублей. Пишет Вульпес. Всем приветики. Ребятки, удачного всем стрима. Анечка, отдельное спасибо за чат в тележке. Смотрю, с утра там философия какая-то с леваками. Через час открываю, а там казахи охуительные истории рассказывают 12 из 10. Да, спасибо большое, Вульпес. По поводу чата в телеграме, да. Спасибо большое. Я создала чат в телеграм-канале. И кто хочет, может присоединиться. То есть я пишу иногда. И там всякие разные дискуссии проводятся на различные темы. Очень интересно, очень смешно. Но кто хочет, присоединяйтесь, нужно добавиться в телеграм-канал. И к этому телеграм-каналу, моему чат почетных подписчиков, там прикреплен чат. И туда можно добавиться. И, кстати, поточки там тоже есть. Правда? Ой, круто! Круто, круто! Они там тоже пишут всякие интересные вещи. Спасибо большое, Вульпес. Да, только там правильные платочки или нет? Потому что мы предупреждаем, что на ближайших стримах Астры это был фейковый платочек. Мы там, если заходили, то только говорили привет. И мы начнем наш эфир тогда-то и тогда-то. А там один, два, а то и три платочка друг с другом активно ссорились. То есть это не мы, друзья. Это, ну, в ютубе я знаю, да. Там есть и фейки, и мои фейки, и платочка фейки. Но в телеграме, насколько я знаю, это вы добавились в чат, правильно? То есть вы мне писали. А я в телеграме, у нас в телефоне-то есть, но я там не заходила особенно. А, кстати, да, в телеграме, наверное, тоже фейк. Потому что мы в телеграме зарегистрировались, но там еще не успели пообщаться. Не успели еще там ничего делать, Коль. А вообще у тебя в телеграме Астра записано, нет? Нет. Почему? Я не знаю. А какой там платочек или что, или куда? Ладно, посмотрим. Да, надо разобраться, потому что у нас... Ёлки-палки, надоели фейки всем. Но вы же мне писали в телеграме, правильно? Это же я с вами общалась. Так, Коль, ты скажи. А когда это было? Всего, ну, перед стримом. В телеграме? В телеграме нет. Я ничего нигде не писала. В телеграме мы ничего не писали. Коль, я нигде ничего не писала. Ну, ёшкин кот, ну. Ай. Мы в телеграм сегодня даже не заходили. А, понятно, пиздец, конечно. Извините за мой мат, но это пиздец. Мне в телеграме, оказывается, фейк написал. И только что я смотрю вот так вот чат. И только что этот фейк удалил всю переписку, представляете? Ух ты. Блин. О, гад. Козел, блин. Да, и прямо мне в телеграм написал. Я думала, что это я с вами общаюсь. Любимая. Анечка, я до этого когда-нибудь доберусь, я его сама. Мы только во Вконтакте. Потому что я тебя люблю, а фейка ненавижу, понимаешь? Понятно. Вот так он фейк себя и сдал. Но у нас есть на наших стримах такой Денис Лидер ТВ, который специализируется на всяких интернет-мошенниках. Да, да, да. Он обещал этих фейков погонять. Потому что нас тоже задолбал фейк. Он же обещал нам помочь. По имени Галина Акишева. Он просто нас достает. Ой, ёшкин кот, это Акишева, господи помилуй. Фейковая астра она тоже приходила, но потом вроде начала приходить настоящая астра. Вот, кстати, да. Это точно. Да, я иногда захожу. Ведь это же ты, настоящая астра, была у нас на мукбангах. На мукбангах я не была, по-моему. Как не была, любимая? Не была. Это по-другому общались. Фейки, фейки. То есть это были фейки? Любимая фейки? Да, да. А политическую ориентацию нашу, кто определял, ты или фейки? Точно не я, я такого не помню. Опаньки! Ё-моё! Да, да, да. Причём фейки домой, к сожалению, не Анечка. А про Маркиза Десада, с кем мы общались. Это точно не со мной. Ясно. Вот и вывели на чистую воду. Так, ладно, тут донат пришёл Люцифер. Спасибо большое за 10 рублей. Пишет, привет, летучая мышка, платочек. Ответьте, кто из вас вампир, а кто обртень? А мы оба вампиры. Мы православные вампиры. Ну, ну. А как вампиры могут быть православными? Можете, пожалуйста? Элементарно. Элементарно. Ну, вот мы вампиры не по образцу графа Дракулы, а мы по образцу Сергея Упьяника. Это ночной дозор, дневной дозор вот это. Ну, где просто такие люди, которые периодически употребляют кровь, которые покупают в магазине красное и белое. Да, да. Мы там покупаем её и оттуда пьём. Так что, ну, а в целом вампиры православные, они интеллектуальны, они эрубированы, они интересуются общественно-политической жизнью. Да, да. Так что вот такие вот вампиры. То есть, в принципе, внешне смахиваем не на вампира, а на обычных этих. Да. Интересуются религии, но они непонятны, потому что у них какая-то там ночная жизнь. Ночная жизнь. Они там мубанди проводят в Ютубе. Они там критикуют политику церковных иерархов. Вот поэтому мы как бы выбрали, что нам этот образ довольно подходит. Ну да. Оборотень, это скорее тот, кто под разными никами общается. А, ну да, мы так не умеем. Да, точно, Коль. Да, мы так не умеем. Ну и плюс одеты в чёрное, там крестики, там готично. Ну да. Вампиры готичный стиль любят. Да. А ещё мы любим христианские кресты, потому что… Да, ну мы, да, как христиане, мы знаем свою веру. Это может люди там матронушками, иконушками увлекаются, а мы, как покрестились, сразу начали изучать свою веру. Точно. Их. Ну у меня, правда, конечно, там был разброс, крещение это довольно давно было. Да, да, ну это давно. Ну а… Нашая песня. Так. По крайней мере. В чате задавайте вопросы свои по точку, мне. Да. А что у вас нового произошло за последнее время, вот с тех пор, как у нас вот прошла трансляция совместная, что-то интересное, что-то прям такое новенького случилось? А, вот, любимая. Я, значит, рассказала, похвасталась своим одноклассникам, они все такие, ой, а что за бред? Да нет, мы это смотреть не будем, а что ты, Магадан, там такая ковышница и вдруг с сатанюгами там разглагонствуешь, нифига себе, мы вон отличники не рискуем, а ты со сплошными ковами пошла к сатанюгам болтать. Лена, ты самое главное не сказала, что Лена получила диплом об окончании богословских курсах. Ну это сейчас, недавно. Нет, ну как, с тех пор да, потому что отменилось на осень, осенью все отменилось в связи с коронами, ой, весной все отменилось в связи с коронами бешенства, и сейчас осенью выдали этот диплом, который не выдали тогда. Теперь у нас у двоих есть богословское образование, такое, причем не очень слабенькое. Поздравляю, поздравляю Леночку с тем, что диплом получила, мои поздравления. Спасибо, Райская. Спасибо, Райская. И теперь нас не могут православные обидеть, типа выгнать с учебы, типа за то, что не то снимаем, не то говорим. За несоответствие духа учебного заведения. У меня вот, когда я учился на богословских курсах по эпериеринской семинарии, вот я диплом получил, и я создал такой виртуальный образ по имени девица Платочковица. Это девушка, помешанная на православном дресс-коде, которая интересуется религией, такая православная масяня. И донесли настоятелю, ректору, и они задумались, а как бы мой диплом аннулировать. Не знаю, до чего они там додумались, но диплом на месте, он не аннигилировал, знания тоже не аннигилировали. Все сохранилось, все на месте. Ну и слава Богу, радуемся и благодарим Христа. Да, это хорошо. Оверлорд, спасибо большое за 500 рублей. Донатил Оверлорд, спасибо большое. Пишет, сатанизма больше не будет. Лавей принял ислам. Спасибо вам, что бы это не значило. А какой Лавей, где? Лавей это основатель церкви сатаны. Антон Шандер Лавей. А Лавей еще живой? Нет, он умер, по-моему, в конце 90-х. Ну, в 98-м, по-моему, или в каком-нибудь основном. Ага, ясно. Значит, это тоже фейковая новость. А, может быть, фейк, скорее всего, да. Ну, это юмор такой, видимо. Ну, во-первых, во-вторых, я, кстати, разговаривала и раньше, и потом с сатанистами, и что оказывается, в принципе, сатанисты очень часто и не ограничиваются одним доголовым. Довольно много людей, которые, ну, в общем, претендуют в том числе на роль учителей. Так, ну, дальше вот еще мы рассказываем, что новенького. Ну, у нас немножко... А, закупились мы аппаратурой, слабо, вот у нас камера. Ну, не то, что аппаратура. О, а расскажите, какую аппаратуру вы купили. Вот я смотрю, камеру новую, да, вы приобрели. Значит, у нас профессиональная камера. Банкетницу купили, да, вот, Анечка-Лебимка. Да, да, да. Да, у нас вот такой вот диванчик. Ага. Там вот сзади контровый свет, там это лампа двойная. Это кольцевая лампа или... Сейчас покажу. И светоблоксы. Вот, еще вот это есть. А кольцевая лампа это там, где камера. Ага. Вот старые ролики мы снимали вот этим фотоаппаратом, которым мы иногда кое-что тоже доснимаем. Да, иногда доснимаем. То есть вот мы обзорились техникой. Занавеска у нас тоже была. Была, да. Ну, мы снимались просто в другом месте. Ну, как ковер мы повесили, конечно. Ковер от ковра очень большая польза. Он не только символика, но он и дырки от полки на овоях загораживает. Ну, это да. И он, вдобавок, безумно красивый. Да. Ну, как бы, да, для нашего имиджа. Ну, особенно для нас, да. А то не все верят, что мы православные. Ахахаха! 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 Потом, значит, что еще? Мы записали, продолжаем записывать ролики свои, развиваемся. У нас сейчас 1250 подписчиков. Ага, 1250, да. К нам приезжали журналисты. Это телевидение будущего. А, нет, это не будущего, это ТВ-центр. Ну, вот ТВ-центр, это потом. Это совсем недавно ТВ-центр у нас был, снимал. Это недавно. Это прям телевидение, вот приезжало прям какой-то канал. Да, это ТВ-центр. Это во вкладке «Сообщество». Мы как раз даем ссылки на все видеосюжеты с нашим участием. Вот последний раз журналисты приехали прямо к нам на дачу. Да, здорово. Там вокруг нашего домика летали. Ух ты, а там такой этот квадрокоптер, так он мне понравился. Да, они там, бедные, все замерзли, потому что они были в таких курточках. Мы-то в телогрейках, а они там замерзли, мы их там около печки отогревали, чаем из самовара отпаивали. Ну, да. И была тема про аборты. Кстати, да, а журналисты были необыкновенные, такие добрые. Ой, я таких раньше не встречала. Летом у нас было вот с этой любовь Головченко это телевидение будущего. Такое солнышко, правда, Коль? С нами было интервью. Да, любимка. Вот такие были новости. Ну, в общем, такие журналисты у нас необычные. Потому что мы самая неправильная православная семья, и кто-то считает, что мы интересные. И это здорово. Ну, вот тут вот спрашивают, спроси, пожалуйста, Платочка, почему они празднуют Хэллоуин? Ведь это не православный праздник. Это светский праздник. Это светский праздник. Светский праздник. В общем, и поэтому, в общем-то, религиозных препятствий здесь нет. Мы несколько роликов на тему Хэллоуина записали. Идея начать праздновать Хэллоуин пришла после того, как православные активисты задолбали нас социальной рекламой в стиле «не празднуйте Хэллоуин», потому что бла-бла-бла-бла. И это бла-бла-бла-бла было настолько мракобесным, агрессивным и неприятным, что мы решили, что назло вам, православным активистам, мы будем все-таки этот Хэллоуин праздновать, но не абы как, а по всем традициям нашей, вернее, по всем традициям Хэллоуина, со всеми хэллоуинскими атрибутами и в то же время со всеми атрибутами нашей православной субкультуры. Потому что Хэллоуин изначально это светский праздник, там нету никаких религиозных действий, там нету ничего антихристианского. Это точно. Хэллоуин задумывался вообще как костюмированная вечеринка. Поэтому англичане-американцы очень любят Хэллоуин, потому что это как масленица, это как Рождество. Вот это костюм свой конструировать, это конструировать саму вечеринку. Это атрибуты Хэллоуина, тоже очень интересно делать. Ну и кроме того, Хэллоуин, поскольку уходит корнями в историю Великобритании и Ирландии, а мифологию этих стран наш народ еще не очень хорошо знает. Ну это точно. Хотя сейчас стало очень много фэнтезийных романов про орков, гоблинов, хоббитов. Ну да. То есть это как раз персонажи тех стран, той культуры. И поэтому Хэллоуин, он просто как познавательное мероприятие, он очень интересен, он очень креативен. И, собственно, почему бы тогда его не праздновать. Поэтому вот мы решили это направление развивать. Вот мы одни из первых, кто Хэллоуин развивает. Но мы ни в коем случае не повторяем ошибку тех священников, которые пытаются везде проповедовать христианство. И говорит, типа, мы на Хэллоуине проповедуем христианство там, всем остальным неправославным заблудшим. Мы ничего не проповедуем, мы просто отмечаем Хэллоуин в антураже соответствующем. Да. Атрибуты у нас. Атрибуты у нас создаются тоже наши. Да, мистические. Это, пожалуйста, как бы мы не стесняемся упоминать и зомби, и вампиров, и тыкву. Как бы мистика у нас тоже есть. Ну и что, да. Страшилки это тоже есть, потому что люди вот в таких шапочках в свое время сильно оттеснили православную церковь в России от власти, от государства и от возможности барыжиться, сдавать землю в аренду. Это да, точно. Кто-то еще спрашивают в чате, как вы относитесь к ЛГБТ? Никак мы к ним не относимся, мы их просто не понимаем, что они в этой субкультуре нашли. Это точно. Это не очень, ну, не знаю. Ну, а если люди этим увлекаются, если они что-то нашли, ну, это их дело. Пусть увлекаются. Мы много кого не понимаем. Мы не понимаем, какое удовольствие кататься на коньках и голову расшивать. Мы не понимаем, какое удовольствие татуировки делать. Мы не понимаем, чего прикольного еще в каких-то действиях. В том числе и не понимаем сексуальных меньшинств. Ну, да. Или вот, например, тоже, как мне один писал, типа, про сатанинские обряды. В ответ на мои возражения он говорит, весело. Я говорю, ну, если тебе весело, значит, не означает, что это всем весело. Ну, да. То есть, как бы, сатанистов мы уважаем, к ним относимся, с некоторыми мыслями мы согласны, потому что их сатана и наш сатана – это две большие разницы. С другой стороны, он такой пишет, а я говорю, а при чем здесь я? Ну, найди тех, кому это тоже весело. И с ними уже, как говорится, этим всем занимайся. Ну, там какой-то, то ли Алексей Панчев, то ли, ну, чем не помню. Какой-то был один, заходил один раз молодой человек к нам на стрим и писал мне такие вот телеги. Я говорю, ну… Ну, к нам еще храм гнева заходил. Ну, храм гнева, ну, в принципе, правда, да, хорошо, поговорили с храмом гнева. Единственное, он там, типа, сразу, ой, переходить на путь левой руки. И я говорю, ой, а это что вообще такое за бред? А зачем мне переходить куда-то? Меня так все устраивает. Нам левая рука не нужна для какого-то пути. У нас нормальные интимные отношения. Да, во-вторых, у нас вообще просто… ну, вообще, мы живем обычной жизнью. И вообще, вот, ну, наша религиозная жизнь нас тоже полностью устраивает, поэтому не собираемся в ней что-то менять. так. Просто хранить, только сберечь. Больше ничего не надо. Тут Неразим Зинателла спрашивает, значит, пишет… Как лавуисты – псевдо-сатанисты, так и платочки – псевдо-православные чудики. Спроси их, зачем им православие? У них же все равно корявое восприятие христианской веры. А вы обоснуйте, что наши восприятия… Да, да, да. Вот, кстати, никаких аргументов. И поэтому мы с вами готовы вступить в дискут на любой возможной платформе. Да, это какая-то неаргументированная претензия. Мы считаем, что мы свою веру знаем, и мы проявляем какую-то свободу, проявляем какое-то несогласие в тех местах, где это допустимо. Где это допустимо именно. То есть именно мы не трогаем основы, а мы можем быть инакомыслящими только в вопросах именно второстепенных и частных, там, где это можно. То есть мы принимаем на веру то, что в христианстве является догматами. То есть догмат – это утверждение, принимаемое на веру, на котором строится все остальное религиозное утверждение. То есть то, что Матрона Московская лечит – это не догмат. Поэтому мы это можем ставить под сомнение. И вспомнить математическое такое явление систематическая ошибка выжившего и аргументированно доказать, что вероятность того, что Матрон Московская лечь именно вас вылечит ниже статистической погрешности. Это ни в коем случае не против православия. Это может не понравиться какой-нибудь мадам Мискиной. Ну, матушке Феофане это может не понравиться. Но это чисто наши частные какие-то человеческие дела. А мы, если начнем с той же Мискиной общаться по религиозной теме, то мы, скорее всего, даже не поссоимся. Мы обо всем договоримся. Ну, я думаю, что, скорее всего, нормально пообщаемся. Может быть, она даже разрешит прикоснуться к ее распространению. Это как вот эта ТВЦ, мы там и общались с Москвитиной, которая активистка по абортам. Ну, правда, пока виртуально. Но она даже в чем-то согласна была с нашей аргументацией на тему, что аборт – это вроде как и не совсем убийство. Но Москвитина она очень хорошая. Хотя она и главная активистка. Да, но она хорошая, Москвитина. Войбы с абортами, да. Да. Я москвитину сама люблю. Так что в плане общения, в плане диспутов, мы как раз наоборот стараемся развеять миф, что все христиане – это религиозные фанатики и мракобесы. А, это точно. Да. Мы как раз против мракобесия категорически. Его в церкви, да, много. Но, например, в Средневековье мракобесия не было. Потому что в Средневековье церковь – это как раз была источник знания. Потому что только в церкви были книги, и только в церкви можно было научиться грамоте. Да. А монастырь – это было вообще крупное феодальное хозяйство, которое могло вообще что-нибудь наукоемкое профинансировать. Например, переписывание книг. Да, обязательно. А вот где-то в начале XX века церковь от жизни устарела, отстала, и ее восстановили в таком морально устаревшем виде. И мы считаем, что это плохо. И поэтому мы за разумные церковные реформы. Да. Да, мы реформаторы. И реформы – это не есть плохо, потому что церковные реформы, они в разные времена истории, они встречались. Да. И особенно, если все-таки реформы делаются нормально, грамотно, то тогда, в принципе, в результате все останутся довольны. И власти не будут. Не все останутся довольны. Будут недовольны те, кому, например, эти ай-формы перекроют чем-то злоупотреблять. Злоупотреблять. А-а-а. Ну, разные. А обычные люди будут очень даже рады. А обычные люди – они все разные. Потому что есть обычные люди, которые, ну, где-то к церкви прицепились и злоупотребляют тоже. Потому что существует миф, что злоупотребляют в церкви исключительно архиереи. Так скажу, что злоупотребляют все, кому не лень. От попрошаек, которые около храма работают. Сурово. В общем, не до самых верхов. Сурово, да. Сурово, да. Да, сурово. И делят разные там продукты, которые там на канун приносят. Ну, да. И друг друга подсиживают, друг у друга выслуживаются. Так что церковь – очень сложная штука. Поэтому нельзя ни в коем случае называть церковь за ОРПЦ. Потому что это не то, где все подчиняются иерархии. Эта церковь, она больше похожа на какой-то блошиный рынок. Там есть администрация, которая контролирует только арендную плату с киосков. А кто где чем торгует и кого крешует – это попробуй разберись. Типа у кого какие вьетнамские сланцы. Ну, вот-вот. Вьетнамские сланцы, сланцы, сланцы. Я спотыкаюсь и лечу. Тут спрашивают в чате, как вы относитесь к магии? Что вы думаете о магии? Верите вы или нет? Для нас это чуждо. Мы этим не занимаемся. Мы потому что за науку. Во-первых, за науку. Во-вторых, мы христиане. Да, мы христиане. Еще раз напоминаю. То есть, как в христианской религии магия, она не действует. Это да. Все богоцентрично. А православные чудеса, они относятся к магии больше или к науке? Нет. Не к магии, а именно Господь, когда сам хочет совершать чудеса, он их совершает по просьбе или просто по своему произволению. Он может совершать эти чудеса в разных обстоятельствах. Но это же невозможно никак доказать, что это совершил какое-либо чудо, совершил Бог, а не какое-нибудь другое существо. Я объясню. Православные христианские чудеса, они имеют такую особенность. Они субъективные, они направлены именно на то, чтобы конкретный человек это восприял как проявление божества. Например, то, что мы с Леной познакомились, это мы воспринимаем как чудо. Это чудо, да. Потому что мы пошли в крестный ход, типа поход, ну и как бы там познакомились. Вероятность встречи, где идет 20-30 тысяч человек, она очень маленькая, тем не менее встретились. И еще в большей степени. Поэтому для нас мы это воспринимаем как чудо. И еще в большей степени то, каким образом я туда вообще попала, а потом плюс попала еще в Москву, это все тоже опять произошло через чудеса. Потому что естественным путем это было невозможно. То есть чудеса, они субъективны. То есть это не то, что вот сейчас проведем эксперимент, проведем наблюдение. Вероятность, то есть если исследовать с научной точки зрения, вероятность чудес, она ниже статистической погрешности. То есть Иисус Христос пришел в место, где около общей купели было много-много-много больных, взял и исцелил одного человека. То есть в христианстве никогда какая-то сверхъестественная помощь не была поставлена на промышленный поток. Все чисто индивидуально. Это да. И задача христианского чуда это, чтобы человек стал христианином. Вот примерно так. Сейчас Ленка отошла ненадолго. Хорошо. Так, задавайте вопросы, а то я хотела что-то спросить и забыла. Ага. Рады с вашим ответом. Вашим вопросом, нашим ответом. Алексей Купцов, привет. Привет. Фрейн, привет. Привет. Спрашивайте, задавайте вопросы. Интересно. А вот у меня такой вопрос. А почему вы решили быть православными вампирами уже второй год? Вы не хотите поменять свой образ на Хэллоуин? Ну, просто пока мы так увлеклись темой остальной, там и ролики надо было сделать, то мы пока просто еще весь это, ну, на другой образ не перешли. Не успели обдумать еще, да? Да, еще не исчерпали. Ага. Потому что мы сейчас планируем в Хэллоуинскую ночь провести вот этот стрим. Как всегда, мы стримы проводим длительный, там по 5-6 часов. О, это долго. Да, да, они все у нас сохранены в нашем канале прямо. Да, кстати, этот стрим тоже сохранится, он скорее всего сохранится на Твиче, но я его потом выложу на второй канал, астральные хайлайты, то есть там будет целый стрим, записанный в записи. Если можно будет, то будем благодарны, если Астра позволит нам и к себе его закачать. Да, хорошо, без проблем. Ну, пожалуйста, да, и ссылку на астральные хайлайны мы дадим в закладке сообщества. Да, обязательно. Чтобы можно было переходить, комменты читать. Да, обязательно, добрая. Это точно. Тут спрашивают, как вы относитесь к парадоксу всемогущества? Что это значит, не знаю. Могу даже сказать, что это такое. Как может всемогущий бог создать камень, который сам же не сможет понять. А, поднять. Да, поднять. То есть это выражение содержит в себе нарушение противоречия в самом себе. Соответственно, не имеет смысла. То есть всемогущий создать то, что потом не может. То есть логическое противоречие. То есть это софизм, так называемый. Это как раз вот древний греческий философ очень любил эту тему. Ну, поэтому как отвечать на такое? Просто говорит, что ошибка логическое выражение. Да. Сформулируйте мысль без таких вот ошибок. Тогда можно будет побеседовать. Да, тогда сможем ответить на вопросы. Да. Вот тут спрашивают, сколько времени у вас уходит на молитву в день. А, по-разному. Очень все по-разному. Очень мало, так скажем. И опять же, молитва, это бывает вычитать молитвенное правило. Это, если мы готовимся к Евхаристии, то мы включим по телевизору, смотрим. Или какой-нибудь там стрим с батюшкой совместной молитвы, по ходу делая, еще что-нибудь там в это время делаем. Ну, а так иногда бывает, какое-то дело делаем, но можем себя помолиться. Ну, это да. И в том числе, когда готовимся к беседе, то тоже молимся, что… Очень сильно раз на раз не приходится. Да. И еще, например, идем в походе, там просто в походе, ну, в крестных ходах. Вот поют «Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». Так в такт шагам, как марш. «Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». Ну, как бы вот так в такт шагам, поэтому это, в принципе, тоже молитва читается. Поэтому очень сильно раз на раз не приходится. Есть, конечно, и те, кто ежедневно вычитывает там утреннее вечерние правила. Ну, у меня не получается почему-то, да. Но у нас так не получается. Да, не получается. В этом еще одна наша неправильность. Вот. Ну, а в церковь мы тоже ходим оба по разам. Сейчас очень сильно, да. Я сейчас в последнее время давно не был нигде. Ну, все относительно. Где-то хотя бы раз в месяц мы вдвоем точно пойдем. Ну, сейчас корона бешенства, поэтому там все слетело. Где-то в намордниках, где-то там краны закрылись. Поэтому, Коленька, у нас давно воздерживается. Где-то в храме на улице. Но Ленка-то она любит ходить по храму. Я нетерпеливая. Я не могу так долго ждать. То есть, если мы идем вдвоем в храм, тогда идем вдвоем в храм. А бывает, я работаю или я еще чем-то занят. Тогда Ленка сама осваивает новые храмы. Ну. Пополапство. Те же самые и по-всякому. Пополапство еще Ленка очень любит. То есть, лапать попов. А вы можете привести примеры, какие-то вот интересные истории из жизни про как православное чудо? Вот что там такого вот интересного у вас происходило? Чтобы просто вот офигели такие, блин, это же действительно Бог нам там помог. Как минимум, у меня несколько было таких случаев относительно довольно таких ярких. Да. Ну, во-первых, я уже называла вот свой приезд, вообще свое получение путевки как таковой на крестный ход. Вот. Выезд из Магадана – это тоже чудо. И даже то, что вот мое попадание в техникум, где я вот училась, но еще была неверующей, но это тоже произошло чудо, которое предваряло следующее чудо, что потом я попала в Ростовскую область, и потом, где я получила уже эту самую свою любимую путевку, по которой я приехала в Великолепский крестный ход и там познакомилась с Колей. Потом уже, я же потом, когда возвращалась опять в Ростовскую область, оттуда потом именно тоже, значит, чудесным образом какой-то, ну, как бы мужичок, атеист, сам купил мне билет на поезд. И причем на тот самый поезд, который вот-вот он отъезжал, и я вот на поезд успела заскочить, запрыгнуть, и уехала вот таким образом в Москву. И Коля меня потом тоже как встретил, и вот, когда я приехала в Москву, вот могло бы тоже проходить все так вот, не пойми как, но, во-первых, я не попалась никому из вовмышленников. Раз. Встретилась своевременно с Колей, два. И потом еще его мама, которая, в принципе, естественным путем не могла меня принять, но приняла вот такую вот меня, за которой надо еще, прости господи, сколько ухаживать. И она меня приняла. Вот, представляешь? И это тоже чудо. То есть даже вот этот начальный этап. Потом, значит, следующий пункт. Потом, как вот тоже, значит, меня могли бы просто там как-то захейтить, везде забанить. Этого не произошло. Во-первых, в Москве оказался сразу целый ряд храмов, в которые я сразу начала ходить, и в том числе и Афонское подворье тоже, значит, и потом, как вот сейчас скажу, там тоже старец у меня есть, был один, потом другой, хотя Коле, конечно, немного скептически про них высказывается, но, тем не менее, в моей жизни они поучаствовали. В Троице Сергио Лаври тоже чудесным образом я смогла попасть на молебен к отцу Герману. Причем даже вот сначала на один, причем через некоторое время на второй, потом еще на третий. Ну, конечно, естественным путем это было бы невозможно, но чудесным образом удалось попасть на эти молебны, с ним помолиться и порадоваться. Так вот. Потом, значит, да, Афонское подворье, там отец Алексей, потом отец Павел, в общем, такие основные. Не, ну это ты за умно говоришь. Скажу проще. Вот идем в походе в крестном ходу, промокли все, думаю, солнышко бы, солнышко бы, солнышко было. По прогнозу все будет дождливо. А потом флавусь, солнышко высветилось. А, это вот такие, о, это довольно часто случалось, да. Нам сразу стало так идти легко, приятно. Да, 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 было тоже. Ну, классный жанр. Как минимум несколько случаев таких было. То есть, именно такое чудо, что для нас это чудо, для всех остальных, ну, на той погоде, чтобы быть изменчивой. Ну, а для нас это чудо, да, действительно. Ну, как бы в данное время и в данном месте и с данными людьми. Да. Угу. Потом тоже христианство приняла, я тоже чудесным образом, потому что абсолютно не было никого, вот, кто был бы готов меня привезти в церковь, но вот чудесным образом мне удалось попасть на прием к митрополиту Илариону, который сам провел чин присоединения. Это все произошло чудесным образом. Тут опять загружаешь, потому что люди-то не знают, кто это такие. Ну, вот классика жанра тоже, что вот Астры, увидели ресурс Астры, посмотрели, узнали про то, какие сатанисты. А то бы так и думали на основании Дворкина, что сатанисты это те, кто там кошек в жертву приносит. Во-вторых, на основании Дворкина, во-вторых, собственного опыта. Ну, в первую очередь, как бы, как у нас вот справочник лежит по сектам, и там Дворкин пишет про сатанистов, какие они там страшные, как там они детей в жертву приносят, как заложников захватывают. Вот, узнали. А потом, о, нифига себе, оказывается, что интересно. Оказывается, сатанисты довольно интересные. Вот Астры с Астры с удовольствием смотрим. Во-первых, да. Во-вторых, тоже вот целых два обзора, потом стрим. Это все тоже, ну, оказалось... Ну и, да, и полно тоже, и журналисты вдруг нами заинтересовываются. Делают про нас репортаж какой-то. Угу. Ну, это тоже скорее... Потом Ленка с батушкой поссорилась. Батюшка такой, там, все, с Леной не хочу больше. Потом другой раз, батюшка что-то Ленку простил, не злится больше на нее. И вдруг даже это и причащаюсь, как ни в чем не бывало этого батюшки. То есть, если поискать, то очень много чего можно назвать христианским чудом. Обязательно. Как бы найти на пустом месте. Но эти чудеса, опять же, они все для внутреннего пользования. То есть, никакое чудо не может заставить человек со стороны поверить в существование Бога и принять христианство. Да. То есть, это также было и во времена Иисуса Христа, и также будет во все остальные времена. Потому что чудо, оно направлено на конкретную личность. Чудо, оно субъективно. И чудо, оно допускает возможность в него как поверить, так и не поверить. Ну, это есть такое... То есть, в этом как раз заключается то, что Бог дает свободу. Верите ему или не верите. Да. Угу. Тут еще спрашивают, как вы относитесь к другим христианским религиям? Ну, это имеется в виду, например, какое-то католичество, да, или какие-то другие конфессии? Ну, в принципе, вот выскажу свою мысль. Да, верят несколько иначе, но все же таки это христиане. Ну, то есть, как бы, поэтому понятно, что мне с ними, например, общаться проще, чем со всеми остальными. Ну, потому что, по крайней мере, это христиане все равно. С ними очень интересно пообщаться по Библии. И интересно и про Библию поговорить, и о Христе. Ну, поэтому, то есть, там, ну, вот... Ну, очень интересно, и с ними, да, с ними интересно. То есть, есть различия догматические, есть различия аскетические, и на эту тему интересно пообщаться. Ну, а в целом... Ну, а так поговорить, да... В основном, конечно, с христианами других конфессий интересно пообщаться на тему Библии, потому что православные, они очень не любят Библию читать. Странно почему. Они читают не святые-святые, они там читают художественную литературу в стиле монастырские патриарки. Да, да, да. А по Библии особо-то им не с кем пообщаться, поэтому... О, протестанты... Круто. А вот тут еще спрашивают, как к исламу относитесь? Ну, вот, все-таки это, да, это иноверцы, но это монотеисты, которые все-таки претендуют на веру именно в Бога. Вот. Ну, с ними вот... Причем, кстати, вот я просто могу поделиться своим опытом, что даже вот я, когда оказывалась просто около молящихся мусульман, то, по крайней мере, их молитвам мне воспринимаются намного лучше и проще, чем, ну, например, даже молитва каких-нибудь буддистов, что ли, ну, или каких-нибудь еще вот из таких людей. Ну, какие-то откровения божественные ислама нам за откровения не являются. Ну, как бы, да. Ну, Мухаммада мы считаем великим человеком того времени, которому, ну, почему не признаем откровения, ну, он не был крещеный, он, там, не мог разобраться в божественном том, что им говорил Ахангел Джабраил, потому что не было духа, но он великий поэт, он великий полководец, много сделал для истории. Ну, это правильно, да. Поэтому мусульманам очень сильно уважаем. Уважаем, да. И они нас тоже уважают. Да. Как-то участвовали в диспуте между христианами и мусульманами. Кстати, да. Хорошие там оказались мусульмане очень. Мне понравились они. Я, кстати, до сих пор вспоминаю добрые слова этих мусульман. Мне понравилось. Это беседа очень. Здорово было. Ну, это такой классический стиль диспута, когда одна сторона говорит доклад, во что они верят, потом вторая сторона говорит доклад, во что они верят, потом вопросы друг к другу, и потом вопросы из зала. То есть это где-то на два-три часа было мероприятие такое. В одном храме это проводилось. Да, было интересно. Такие мусульмане там были. Кстати, очень такие позитивные, хорошие были. Ну, в общем, как раз мусульмане выглядели лучше, чем православные, так скажем. Потому что хотя бы мусульмане, они изучили вообще христианство, ну, христианскую позицию. А православные, они просто, особенно не священники, хлопали глазами. И ощущение такое, что ориентировались на какого-нибудь там Данила Сысоева. Ну, это Данил Сысоев, это священник, которого там в храме убили за то, что говорил гадости про ислам. Да, сурово. Да, сурово. Он не мучник никакой. И к нему так относятся, что, ну, как-то скептически. Некоторые даже открыто говорят, что за дело убили, не надо говорить гадости про то, что для других людей свято. Ну, в общем, да, логично. А он именно говорил гадости и грубости. Да. Ну, это вроде как свобода слова. Да, свобода слова – это хорошо, но только не надо оскорблять других людей. Надо говорить людьми вежливо, политкорректно. В общем, да, надо стараться. А некоторые понимают миссионерство как право на хамство, право на грубость. Это есть такие православные активисты. Нам это очень не нравится. Это миссионерство, которое очень мешает в результате другим людям свидетельствовать о Христе. Ну, миссионерство, оно изначально-то было какое? Это завоевание колоний. Поэтому вот эти современные миссионеры, они имеют вот что в своей истории. Я понимаю, но а почему им все-таки как-то не перестроиться, не переучиться? А зачем они так воспитаны? Они свои миссионерские идеи, они вот на этом всем развивают. Тут Скайлира задонатила 100 рублей. Спасибо, Скайлира пишет. Передай ребятам, пожалуйста, что они православные здорового человека. Это как? Что? Есть просто мем такой, знаете, когда, например, говорят православие курильщика. Это значит плохое православие, люди, которые свидуют то православие, которое типа неправильное. Православие курильщика. А есть православные люди здорового человека, ну то есть люди, которые понимают все, грубо говоря, понятия, догмы и в этом разбираются. Вот. Ну, интересно. Это как комплимент, в общем, сказать. Спасибо. Спасибо за комплимент. Спасибо. Если еще мем вот этот сам кинете, было бы интересно смотреть, мы его не видели. Да, если кинете, было бы здорово, что я как-то пролетела, но отстава я от жизни. Да. И Хлорка пишет. Спасибо за 50 рублей. Хлорка пишет. Скучно. Скучно? Почему? Ну, кому скучно, кому не скучно. Задавайте интересные вопросы, будет не скучно. Да, вы задавайте интересные вопросы и платочки будут отвечать на них, потому что вы же не задаете, вы просто пишете что-то в чате. или задаете одни и те же вопросы, там, про ЛГБТ, про еще что-то, вот что-то интересное такое, прям вот необычное. А вот скажите, как вы проводите свои, там, будние дни или выходные, вот на досуге, чем вы занимаетесь? Значит, досуг такой. Ну, когда, ну, у меня работа свободный график, ну, я или сижу какую-нибудь программу пишу, или разбираюсь с клиентом, почему у него там один из бухгалтерий неправильно считает, почему там отчеты не отправляются, ну, в общем, я нервный, Ленка ко мне не подходи. Ленка идет в храм какой-нибудь. В храм, да, почему бы и нет. Да, если вдруг у нас, или иногда Лена там по врачам, плановое обследование, плановое лечение, то, соответственно, я тогда скучаю без Ленки. Если же мы все-таки вместе, вдвоем, то самое любимое дело, это идем гулять по паркам, идем куда-нибудь гулять, если гулять можно, чтобы просто для здоровья 10-20-30 тысяч шагов в сутки находить. Ну, если находим какую-нибудь спортплощадку, там позанимаемся немножко. Да, на уличных тренажерах занимаемся, если погода хорошая, гуляем больше, погода хорошая, гуляем меньше, если есть какие-то клубы христианские, в первую очередь, идем в клубы. Обязательно. Да, если общество инвалидов Ленкина тоже куда-то дает интересное направление, идем туда. Да, обязательно. В музеи ходим. Ну, в первую очередь, там, где бесплатно. Когда были концерты под открытым небом, это мы тоже очень любили. Мы с удовольствием ходили, потому что это круто. Сейчас это все, конечно, с коронавирусом это все накрылось. Ну, к сожалению, накрылось, да. И насколько надолго это все накрылось, неизвестно. Потом, да, дальше рассказываем. Так. Потом. Ну, вместе делаем какие-то бытовые дела. Например, готовим еду. Да. И убираемся вместе обычно тоже. Потом. Вместе послушаем музыку, потанцуем, посмотрим какое-нибудь кино. Угу. Потом. Едем на дачу, если, то там тоже дачный быт. Это и... Мы тоже по участку все делаем. Но, как правило... Да. Вот, да. В бане, соответственно, поимся. Ну, в общем, ну, а так. И тоже еще, когда не было коронавируса, мы дома собирали компании разные, из разных клубов тоже. Это точно. Ага. И... Беседовали. Лен, выключи. Угу. Это называется искушение. Ага. Ага. А вот тут спрашивают, можно ли задавать пошлые вопросы? Ну, если Астра разрешит, то... Нет, ну, я могу задавать просто. Вы хотите на них отвечать или пропускать их? Да, пожалуйста. Может быть, будет весело. А, значит, можно. Хорошо. Ну, видите, можно задавать. Так, так. Ну, давай, Лена. А тут вот кому-то с нами, видать, скучно очень... Астра обещала нам задать пошлые вопросы, чтобы было ничего. Да, вот скучно и спрашивают, можно ли задавать пошлые вопросы, потому что вот скучно. Все можно, все спрашивать можно. У нас нет ограничений. Нас не смутите. Нас смутить это довольно тяжело. Да. Особенно меня, у меня воспитание позволяет. Да. У меня тоже. Потому что есть такое мнение, что православные это все такие там синие челки, старые девочки, целомудрые и благочестие. Да, 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 да. А вот как отнесутся ваши друзья там из православного клуба, если вот будете отвечать на такие пошлые вопросы, вообще говорить на пошлые темы. Это же как-то не очень приветствуется православной субкультой. А мы же на них ответим не по-пошлому. Ааа. Мы на них все равно ответим по-своему. Мы обычно стараемся без матов, в крайнем случае, матозаменители. Ну, в общем-то, да, но и в то же время просто как и есть и говорим то, что думаем. И в то же время стараемся не поддаваться на манипуляции. Ну, да. Ну, вот тут спрашивают, как относитесь к секс-игрушкам? Секс-игрушки? Ну, это на любителя. А, значит, мы относимся к ним с юмором. Я понял, что это такое. Ну, с юмором, кстати, да. Вот, например, мы гуляем по торговому центру и вдруг видим магазин укрепления семьи, называется «Розовый кролик». Заходим туда, а? Не, мы сначала немножко обалдели. Не, мы сначала, действительно, как слишком сломудренные, мы сначала не поняли, а вообще про что это. В том заходим, а там, действительно, секс-игрушки. Мы просто ими полюбовались, над ними поржали, потому что они очень смешные. Они там и стоят, чтобы на них можно было посмотреть и поржать от души. В первую очередь смеялись, потому что вопрос, как, зачем и, а это что, кому-то нравится. Типа что, да, а кому-то это действительно интересно. Ну вот-вот. Интересно, интересно. Как бы с сексом у нас всё нормально. Ну да, да. Ну а это, ну, если кому-то нравится, мы не против. То есть мы считаем это извращение, но если кому-то нравится, это, ну, пусть извращается. Это да, ну, конечно. Можно? Да. То есть мы знаем, что это такое, мы это видели. Просто, да, посмотрели, поржали, но смешно и слава богу. Ну вот тут вот Хлорка задонатила 50 рублей. Спасибо. Спасибо. И спрашивает, спроси, плиз, у них про нестандартный секс. Анальный, оральный и так далее. Как у них это, нормально или нет? Да. Если вы не хотите, вы можете не отвечать, это просто вопрос отданать. Ну, у нас это самый стандартный. У нас как раз самое прикольное, нас обоих устраивает. Особенно меня устраивает именно этот самый обыкновенный секс. Вот. Вот. Ну, если кому-то нравится что-то другое, ну, как бы это на то и интимная жизнь. В принципе, да. Точно. У нас нормальные мужские отношения. Да. Кому что подходит, ну, значит, ему именно это подходит. И мы не можем туда вмешиваться. И человека как-то что-то заставлять менять. Это не наше дело, это мы никому не указываем. Точно. Так. Что еще? А, спрашивали, как вы относитесь к BDSM? Ну, в бане как-то мы устроили друг дружке BDSM, о чем даже сняли ролик. Кстати, да, у нас снят этот видос, вот, про BDSM, как раз именно про баню. Ну, это, конечно, мы с юмором, там, на тему BDSM, да, мы смотрели и читали, что если, вот, у них главный принцип это, чтобы всем было приятно и чтобы было безопасно, тогда почему бы в это и не поиграть? Ну, в общем, да. Если это людям нравится, то почему бы нет? Ну, нет, да. Нормальные игры для взрослых. Нормально, да. Как бы идеология-то хорошая, но просто другое дело, что BDSM начинает называть все, что угодно. А, кстати. Вот до сцены изнасилования в художественном фильме. А, во-первых, да. Во-вторых, это как тоже, или как вот у меня тоже там подруга есть, которая, как бы вроде как и мы, по крайней мере, позиционирует себя убежденной христианкой, но в то же время балуется чуждой духовностью. Потом еще. И представляет это. Не, ну потом еще тоже. Вот такой клип сейчас крутят. Это Клава Хока и Лето. А, да. Где там сначала она там связана у него на мотоцикле. Да, да, да. Потом они там за ширю хватают друг другу. Да, да, да. Ну, я не знаю, как бы как-то считается BDSM или не считается. Ну, как минимум намек там есть. Наверно. Ты мой личный маньяк. А, типа, я твой личный маньяк, я тебя придушу. Не слышала этой песни. А, ну это, наверное, потому что Астра Попсу не слушает. Да, да. Нет, приходится иногда, потому что Попса иногда изо всех щелей как бы ее слышно. Но так вот прям целенаправленно не слушаю. Да, да. Ну, мы сами Попсу в принципе любим. А еще дополнительно я люблю еще христианские песни тоже. Тут у нас еще честно такая техническая штука. У нас есть интернет-телевидение, и там штук 20 разных музыкальных каналов. Точно. В хорошей четкости, по большому экрану. Да. Поэтому, если мы, допустим, будем смотреть просто какие-то редкие видосы на Ютубе, то это будет с рекламой, это будет качество неважное. А тут по телевизору, по большому экрану включаем, под них танцуем. Ну, Попса так Попса. Как бы нас это не смущает. Ну, вообще, да, это точно. Нам нравится, что клипы красиво снятые такие. Да, да. Музыка приятная. Если мы это ночью слушаем, то это мы на наушники выводим. На наушники включаем, да, да, да. Соответственно, мы таком танцуем, чтобы соседи снизу не звучали. И делайте тихую дискотеку. А? Тихую дискотеку. Тихую дискотеку делайте. Тихую дискотеку, да, любимка. Да, мы тоже на эту тему сняли. У нас есть видос, да, про это. Как это организовать. Соответственно, тоже это мы, как танцевать тоже, что девочка впереди, мальчик сзади, чтобы смотреть на один и тот же вот экран. Ну, это как бы такие моменты в лайфхате, потому что это мы, поскольку любители концертов были, как танцевать на маленьком пространстве в большой толпе. Да. Ну, там же, да, Вася, ну, покрутишься. Наши соседи нас, в общем, можно сказать, потаскали. Поэтому чуть-чуть в ритм подвигается там. Ну, да. Ну, в общем, натаскали нас там все равно. Так, Неразим Сатанатил пишет, платочки очень забавные, но некоторые их нелепые утверждения относительно церкви, попов, абортов и тому подобное, говорят куда красторечивее о их искаженных причудах, чем любые их слова об их мнимых знаниях своей веры. Сатана – символ свободного мышления, так что если хотят свободно мыслить, пусть принимают Сатану. Ну… Спасибо, Неразим Сатанат. Это именно Бог признает человеческую свободу. Это точно. То есть изначально посадил дерево, с которого кушать нельзя, но его не огородил. Так что изначально была людям дана свобода, и свобода размышления, и свобода религиозного диспута. Поэтому не все вопросы в христианском вероучении они догматизированы. Точно. Так что, ну, мы готовы к любому диалогу, мы готовы к общению. Любому диалогу, а принимать сатанизм – это вообще совершенно ничему. Менять веру мы не хотим, потому что у нас нет конфликта с нашей верой. Во-первых, да. А во-вторых, я не поверите, господа, я сама бывший сатанист. Я знаю все это, что это такое, и я все это проходила. Мы рады, что мы кому-то нравимся, мы рады, что мы прикольные, у нас вот такой стиль общения, потому что как можем, но стараемся все делать. Потому что как нам говорили, когда мы ходили в театральный кружок в обществе инвалидов, что вот кто-то трагический актер, а кто-то комический актер. Ну вот мы более комический актер, да? Да, да. Вот такие. Кто-то трагический актер, с умным видом вот что-то говорит. Ну, конечно… Сейчас был вопрос. Нужно ли мужчине быть девственником перед женитьбой? А эта пара решает сама. Это все очень индивидуально, но так получилось, что Коля был девственником, а я нет. Нет, я не был девственником, у меня была подруга жизни, просто мы с ней жили в нерасписанном браке, когда… Но это еще до крещения, друзья мои. Еще до крещения, да. Послушайте, до крещения. А с тех пор, как он крестился, и ни разу к нему никто пальцем не касался, кроме меня. Причем, что самое интересное, кто такие утверждения выдвигает, это они просто как бы услышали, думают, о, вроде как-то хорошо, вроде как все правильно, а потом создают семьи с теми, кто от детства очень-очень далеко. Как, например, вот и я, когда увлекался еще такими информагентства ОБС, один батюшка сказал. Ходил по прославным клубам, думал, ой, да, надо искать девственниц. Потом, когда чуть-чуть поумел, то подумал, а нафига? И в конце концов нашел все-таки расстрелку. В конце концов пошел именно меня такую расстрелку. Так что... Просто вот эти идеи, они вообще идут из средневековья, когда вообще от мнения молодого человека и девушки абсолютно ничего не зависело. Это точно. И были критерии оценки качества невесты. Были. Но вот если она девственница, то это безумно круто. Ну да, тех того. Это можно за кого-нибудь посерьезней ее выдать замуж. И в конце концов, но все равно и все не девственницы, и все попорченные, все равно всех как-то... Всем как-то личную жизнь обустраивали. Ну, потому что надо было. Да, ну надо как-то, да. Надо куда-то детей девать все равно. Не, надо детей производить, надо... Надо их не только производить, еще и девать куда-то. Правда. Не, ну когда... Ну, в средневековье-то это живут общины на земле. Ну да, да. Ага. Ага. Тут еще задонатила хлорка, спрашивает, что по роликам или пока тишина. Ролики попозже чуть посмотрю, после общения с платочками. Подождите. Вот, так что чуть попозже. Ролики наши или... Нет, которые донатят на стриме. Вот. Да. Все посмотреть. Так. Как по точке относятся к теории эволюции Дарвина? Ну, что ты скажешь? Ну что, с удовольствием слушаем научно-популярные лекции сотрудников Дарвиновского музея. Это с удовольствием слушаем, да. С удовольствием слушаем, особенно еще из... Станислава Дробышевского. Такой позитивный, ребята. Как раз на тему этой самой теории эволюции. Вот он как раз понятного. Потому что эта теория, она подтверждается научно. Он как раз понятного. Мы даже хотим еще записать видеоролик про то, как креационизм противоречит Библии и подарить этот ролик Станиславу Дробышевскому. И еще у меня дурацкая мечта хоть раз в жизни попасть к нему на беседу. Не, ну а что, он, пожалуйста, зовет в экспедиции. Так, в экспедиции. Ну только, да. Летом, когда сезон, то зовет волонтеров в археологические экспедиции. Только не всегда у нас получается туда отправиться. Во-первых, а во-вторых, там вообще и к волонтерам довольно высокие требования. Я просто не потяну, а так бы с удовольствием. Не, потянешь обязательно. Почему ты считаешь, что потяну? Потому что всех зовет. Это же, ну, какие волонтеры археологов. Это как ты сидишь на грядке, там крышки выдергиваешь. Так это ты сидишь на ироскопе и там перебираешь комочки земли, и окажется ли там какая-нибудь статуэтка какого-нибудь там палеолита. Вот такие волонтеры требуются. Так что... Другое дело, смотря сколько недель будет проходить эта экспедиция. Ну там, по-моему, двухнедельная или месячная экспедиция. Ну это все... Двухнедельная может еще ничего. Нет, но это ближе к лету. Это Дробышевскому. Для меня месяц это довольно... Ну а у меня же тоже заказчики. Просто банальный храм закончится. У них там сломается что-то, и они кого-нибудь другого вместо меня найдут. Ну и это тоже, кстати, да. Поэтому нам проблемно уехать. А ехать это там далеко, в какую-то глубинку, где там эти раскопки. Какую-то глушь, да, да, да. Это и дорого еще. Мы с удовольствием съездили, если была такая возможность. А так это еще и по деньгам довольно дорого все. Ну да, и платить, конечно. Хотя бы за билеты на поезд. Ну это да. А у меня пенсия маленькая, всего десять тысяч. У Коли сейчас тоже сработает-то не очень. По жилем увидим. Ну коронавирус, все такое, конечно, сложно. Да, да, да. И это тоже сейчас еще... Ладно еще коронавирус сам только. Ха, блин. А власти вместо того, чтобы там чего-то решили... Еще зомби-апокалипсис сопряженный с коронавирусом, да. Да, да. Нет, у нас взаимно все. У нас все взаимно. Лена, она лучше эмоционалит. Я лучше думаю. Лена лучше разбирается в медицинских каких-то делах. Я в каких-то бытовых, технических. Если, например, что-то готовим, то я это в основном порезать, покрошить. Лена, она там эту кастрюлю помешивает. Поэтому у нас взаимо... Ну как бы у каждого свое направление, где-то мы вместе что-то делаем. Относительно религиозной жизни, это в принципе... Ленка, она там, да, в храмы нахаживает, нахаживает, нахаживает по храмам там. Ну это просто потому, что мне это нравится. Ну это просто потому, что мне это нравится. Как поклонница на какой-нибудь Стаса Михайлова. А у меня... Я же не умом, я только чувствами живу. Ну да, эмоционально. Потому что что-то же должно у человека оставаться действующим. Если это не работает, ну хотя бы так это хочется. А я к батюшке подойду, спрошу какие-нибудь умные вопросы у него. И хотя бы таким образом Коля мне поможет сохранить отношения с батюшкой, чтобы этот батюшка мог и меня порадовать. Чтобы я сама не впадала в депрессию еще чаще самого Коли. Тут спрашивают, почему икона на заднем плане сатанинская? Почему сатанинская? Не знаю, видимо так показалось кому-то. Я не понимаю. Это ковер. Почему? Просто такой мягкий пушистый ковер. Ну а кто его называет сатанинским? А я не знаю. Интересная аргументация. Почему? Ну, объясните пожалуйста. По каким критериям икону причисляют к сатанизму? Да, напишите кто-нибудь, почему вы ее считаете сатанинской. Эту икону нарисованную на ковре. Это как раз ковер, купленный в Софина, изготовленный на официальном предприятии. Да, так что знак качества, все нормально, все сертифицировано. Какой сатанизм? Это нормальная христианская икона? Нет, ну интересно, действительно. Это не икона. Это не икона. Я понимаю. Но это христианское. Это христианское изображение. Иисус Христос. Да. Ничего сатанинского я не вижу. Это Господь. Иисус Христос Господь. И это Господь. Господь. А вы положительно относитесь к этой песне, да? Да. Мы на эту песню хотим снять клип. Да, у нас мечта написать клип нормальный, но вот пока что-то никак не удается. Но я пока только хотя бы молюсь о разрешении этой ситуации, чтобы удалось написать этот клип нормальный. У нас уже даже сценарий есть на эту тему. Чтобы он был, да. Пока не раскрываем его, ну, потому что вдруг потом или не поставим камеру в нужном ракурсе, или физич какой-нибудь выпьем. А вот интересный вопрос задали. Простили ли вы измену друг другу? Ответьте по очереди. Такой вопрос. Ну-ка. Так, ну, у тебя какой-то был разговор ко мне на тему чего-то там, типа измена какой-то. Простил ли ты мне это? Да, естественно. Оленько! Ну-ка, ты мне чего там? С Таней. Ну, поводы к ревности бывают, да, искушения бывают, да, ты там это... А, блин, Коль, а куда я тебя денусь нафиг? Таня, это для, к слову, это вот сначала в походе познакомился с этой Таней, потом Таня вышла замуж, и потом познакомился с Леной. А в походе все равно, тем не менее, встречаюсь, потому что мир тесен. Ну, это ладно. Но Танечка, в отличие от меня, она девочка умненькая, и она хороший манипулятор. И когда мы вместе идем в походе, то... В трехместной палатке. Ну, это... Это... В трехместной палатку и уснуть тоже. Лены нет, Таня есть. Нет, тут у меня нет никаких претензий. И где-то за час до подъема мы там с Таней спим, каждый в своем спальном мешке, и вдруг вламывается Лена. Учит, нас всех будет, и начинает высказывать, Таня, ты чего сидишь с моим мужем? Ну, да еще, еще ладно, если еще хотя бы просто рядом они состегнули мешки, что вот там у нас есть мешок двойной, который... С Таниным мешком состыковать нельзя, потому что мы ей... Вот, поэтому она застегивает мешок и состегивает с мужем. Нет, неправда. Потому что вот она такая шустренькая, не то, что я. Это я растяпа. Она со своим мешком, потому что ее мешок теплее на самом деле. Потому что спальный мешок бывает к оконам, это где к ногам он сужается, а бывает одеялом, который можно состыковать. Да, есть. Поэтому чисто технически доказуемо, что состыковать мой мешок с Танейным мешком это невозможно. Поэтому она имеет смелость просто спокойно улечься в мой мешок. Нет, в твой мешок она не улегается. А потом я смотрю, а Таня... А в моем находится Таня. В моей мышке. Нет. Она просто может... Потому что она энергичная. Не так бывает. Просто она берет пустой Ленке мешок и им еще накрывается. Чтоб теплее было. Но это такие походные разборки. Это кто в походы не ходит, тому не понять. Так что можем, если дай бог кончится это коронавешенство, может быть в этом году погуляем дальше. Изначально там они вдвоем доустровом в палатке бодались, постоянно звучали, визжали. Я плюнул на них, говорю, Лен, забирай мой второй мешок, а я пойду к мужикам костра греется. Поэтому и такое бывает. И пусть они там друг с другом выясняют отношения. Но только зато, когда Коля выбирает, кого отпустить в храм, а кого не отпустить, старается отпустить Таню. Хотя мне сильнее в храм хочется значительно. Он ее отпускает, эту Таню. Потому что, Танечка, хорошенько, иди в церковь сбегай. Пора, отдохни, расслабься там. Это называется, свалите все из палатки, дайте себе поспать. Нет, нет, неправильно. А Ленка, дрянь, сиди и не рыпайся, сиди на жопе ровно. А Танечка хорошенько, она заслужила храм. Вот такие работы. Вот Танечка появился. Вот так. А что, а Николай управляет, как бы, дает разрешение, кому можно ходить в храм, а кому нельзя? Да. Тут задача такая, чтоб снаезжение не растеряли. Потому что им дать волю, то они же, ну, та же Лена побежит в храм, ночевать в храме со своей пенкой и со своим спальником, а вернется она или без пенки, или без спальника. Ну, так потому что надо присматривать, контролировать. А как я буду присматривать, если я с остальным снаряжением? А Таня на что? А если Таня начнет бегать, она там схватит какую-то ветровку, побежит к костру, а от костра вернется без ветровки. Ну, Таня, она, понимаешь, если у меня действительно есть такое расстройство, что я очень рассеянная и заторможенная, а Таня это все хорошо расстройство. И вот так идем. Ну, это да. А, еще я по ним ориентируюсь по звуку, потому что толпа большая идет, и элементарно потеряются, и поэтому слышат, где они звучат, поэтому, значит, они там. Только что самое интересное, вот представь, Аня, крестный ход христианский, идем таки, все или поем Иисусову молитву, или обсуждаем именно вот о Христе, о своих отношениях с Богом, и тут, например, пристраивается опять ко мне та же самая Таня, и начинает пересказывать всевозможные ереси и даже всякие языческие верования. Блин, елки-палки, это крестный ход христианский, или что такое? А кто рядом идет, подскакивает и начинает орать. Вы своими разговорами мешаете нам молиться. Вместо того, чтобы просто вот как-то подойти, вмешаться и перевести тему на истинного Бога. Они идут всякие верования, непонятно, ой, господи, прости. Не, ну а там же в походе есть и рандоверы, и атеисты, и... Там еще и конструкторы периодически к нам присоединяются. Идут такие ребята в кольчугах, обвешенные там мечами, топорами. Мы спрашиваем, ребята, а вы кто? А они говорят, а мы конструкторы. Не, ну ладно, если настоящий иноверец. Ну, раз уж мы как бы их встретили, да, мы хотя бы обязаны ответить на вопросы, когда нам их задают. То есть, если рандовер ко мне реально подходит и старается со мной поговорить, я стараюсь хотя бы хоть более-менее как-то, ну, по-нормальному. Они придумали такой термин, иудо-христиане. Ну, типа да. То есть, он там, да, он меня может там троллить, все, но я все-таки стараюсь не выходить из себя, и там, если не знаю, ну, я так и говорю, ой, да, вот я упустила, вот это пока не знаю, но вот вообще все равно стараюсь как-то... Ой, все походы из-за крона бешенства накрылась. А в этом году мы вообще на крестные ходы постились. Так что вот, Аса, смотри, какие-таки бывают разборки между православными и сукругами. А потом все равно поцелуйники. Пишут, Таня тут яблоко раздора. Ну, не только Таня. Ну, в общем, можно сказать так. Ну, это подружка лучше, Элентина. Ну, я обычно ревную Коля к ней, а Коля зато меня ревнует ко всяким священникам и матушкам. К матушкам тоже, да. Тут пишет, Хлорка задонатила, 50 рублей, спасибо. Пишет, чекни у платков, готовы ли они за очень большие деньги к грехопадению? Пусть отвечают честно. Ну, во-первых, большие деньги за грехопадение никто не заплатит. А что имеется в виду грехопадением? Нас религия наша устраивает. Если участвовать в какой-то политической деятельности, которая против РПЦ, мы подумаем, что, а может, не стоит в этом участвовать, потому что жизнь дороже. А вот, допустим, измена, это же грех все-таки, да? Не хочется. Да, мне хочется изменять друг друга. Потому что мы, как люди, разбирающиеся вообще в теме, понимаем, что те, кто обещает большие деньги, тот кинет. Обязательно кинет. Если большие деньги за какую-то фигню, то кинет. То есть за фигню больших денег никто не платит. Типа сказать что-то, кому-то изменить, кого-то предать. Бывает, ну, возможно, что мы просто сделаем какое-то, поступим по совести, а кто это воспримет как предательство? Такое может быть. Надеюсь, большими деньгами не пахнет. Но здесь и не пахнет ближе, даже близко деньгами. Нет, а вот если бы какой-нибудь донатер на стриме задонатил, допустим, тысячу рублей, да? И он бы сказал вам, вы должны сейчас на стриме признаться и сказать, что вы сатанисты, и вы принимаете сатанинскую веру и становитесь девалопоклонниками. И восхваляете сатану. Вы бы это сделали за тысячу рублей? Я нет, я нет. А за пять тысяч? Вот, Ленка, ты уже торгуешься. Или за десять тысяч? Это не сева, потому что нафига мне, блин, даже при таком раскладе никакие деньги не смогут принести... Мы выкрутимся другим образом. Ну, скажем, какой сатане кланяться? Той, которая у Антона Лавея? Так, пожалуйста. Нет, христианскому сатане. А христианскому сатане вообще ему никто не кланяется. Мы на него думали и плюнули. Ему вообще никто не кланяется, потому что с контрагентом, который однозначно всех предает, который вообще не открыт к общению, ему никто не кланяется. Ну, то есть за десять тысяч рублей вы бы не сказали, что вы сатанисты и прославляете сатану? Да. Себе дороже. Себе дороже, любимая. А я бы сказала, что я христианка и прославляю Бога. Так что можете... Да, ну это другое девочка. Ну, это Анечка, это... Некоторые без всякого доната это делают и так, потому что... Ну, это да. Потому что совсем другая опера, любимка. То есть в таких ситуациях, когда начинают говорить что-то такое, мы в первую очередь начинаем анализировать тему. Задумываться. И ищем подмену понятий. Ищем подмену понятий. Ну, вот-вот. То есть христианскому сатане никто не кланялся никогда и ни в каких обстоятельствах. Никто, ни в каких обстоятельствах. Потому что поклонялись языческим богам. Ну, сатанисты, я не знаю, кланяются они своему лавейскому сатане, или он у них только как какой-то культурный такой архетип. Ну, или они могут еще кланяться, может быть, сатане Алистера Кроули, или еще какого-то, или сатане Храма Гнева. И как вообще кланяются... Фиг знает, какие там у вас сатаны есть. И как вообще христианскому сатане кланяются. Мы не знаем истории ни одного такого образа. Ну, ритуалы какие-то делают, там, допустим, с пентаграммой, там, какого-нибудь кота черного зарезать, как это обычно бывает. Рассказывают. Тебе дороже котика резать. Это как бы прославление сатаны и вот принесение жертвы. Ну, кстати говоря, богу христианскому тоже приносили жертвы, насколько я помню. Да, было дело. В Ветхом Завете. Так что это немного... Немножечко похожие вещи. Похожие вещи, но в современном христианстве такого жертвоприношения нет. Давным-давно нет. А если где-то кто-то что-то делал, то это делалось в конкретных обстоятельствах и конкретными людьми. Потому что, например, у крестоносцев были такие ритуалы, что, да, наступить на крест, сделать какой-то ритуал. Но почему они это делали? Потому что, причем даже в своих родинах, ему же говорили, ну, а ты идешь воевать к людям религиозным, и чтобы они тобой не могли манипулировать, вот вопрос. Можешь ты на крест наступить или не можешь? Если можешь, то тогда тебе можно дать должность военачальника, чтобы ты, если что, мог... То есть не подался на искушение, что не, 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 и всех сдал под страхом какого-то обряда, а так, ну, а что? Ну, враги сказали, чтобы свою шкуру спасти, да, скажу все, что угодно, но потом покаюсь. Ну, в принципе, да, но у меня нет такого мужества, поэтому я бы даже и не претендовала, не ломилась бы туда. То есть все делается в конкретных обстоятельствах? То есть когда возникает какая-то ситуация, то всегда начинается, то есть мы всегда начинаем с разведки. А что и как? Потому что вот, например, тот же Денис Лидер ТВ, он говорит, что вот вам прислали, типа вы выиграли миллион рублей, схватился, а оказалось, что это кто-то разводит. Там деньги ошибочно зачислены, их обязаны вернуть. Поэтому здесь всегда будем исследовать. Если вдруг нам какими-то начинает светить большими деньгами, то мы сразу начинаем думать. А что это за развод, а не развод ли это? Какой развод, да. Скорее всего, что даже вообще развод, причем получается, что не просто развод, а еще и с нанесением большого урона не только материалов. То есть мы четко знаем, какие вещи, сколько стоят. И поэтому, если вдруг говорят, что готовы вам что-то безумно дешево продать, что-то ценное, или заплатить за какую-то работу безумно дорого, это первый признак того, что особый контроль. Особый контроль необходим, конечно, любимая. И, скорее всего, потом будет или нет, мы не связываемся. Возьмите свои донаты обратно. Да. Понятно. Так что, любимая, бережем себя. То есть, да, безопасность дороже. Безопасность на первом месте. Потом уже все остальное, любимая. Будет ли просмотр видосов? Да, сегодня будет просмотр видосов после общения с платочком. Так, ну мы уже общаемся практически два часа. Давайте тогда еще блиц-вопросы в чате. Короткие вопросы и блиц-такой вот. Короткие вопросы, короткие ответы. Так что пишите свои вопросы. Там ответы да-нет какие-нибудь. И, кстати, приходите к платочкам на Хэллоинскую ночь. Да, и обязательно подписывайтесь. Ссылка на канал по точкам в описании. Обязательно подписывайтесь и приходите. И приходите к нам на Хэллоин, любимые друзья мои. Мы создадим трансляцию отложенную. Очень с большим удовольствием. И именно как раз Хэллоинская ночь. С первой на первой. Всех ждем. Да, с большим удовольствием будем общаться. Особенно еще и с новыми листами. Так, как относитесь к ЛГБТ? Отвечали? Как относитесь к исламу? Уже отвечали. У Бога есть форма? Спрашивают. Бог, Он вне пространства, вне времени. Поэтому Он вездесущий. Да. Какая форма должна быть? Может быть, они еще и спрашивали про Иисуса Христа, который... Иисус Христос одновременно и истинный Бог, и истинный человек. Божественная и человеческая природа в нем совмещается неслитно, нераздельно, неразлучно. Относить таких вопросов рекомендуем курс «Христианское догматическое богословие» или «Основное богословие» профессора Алексея Ильича Косиков. Преподаватель Московской Духовной Академии. Да. Какие фильмы смотрите? Самые разные. В первую очередь, на основе... Выбираем, что смотреть на основе критических статей. Какого-нибудь киноведа. Например, «Гоблина». Да. И музей-кино. Ну да. Как вы понимаете Бога? Сейчас. Как вы понимаете Бога внутри себя или материально? Бог, он источник творения всего. Бог вездесущ. Бог действует через нас в церковных таинствах. И с помощью своих божественных энергий. То есть, божественная энергия – это проявление Бога вообще в окружающем мире. Да. В том числе и в этой тыкве. Как вы относитесь к картам Таро и к гадалкам? Ну, для меня лично это вообще очень-очень чуждо. И я с этими технологиями давным-давно уже завязала. Никак не относимся. И с картами Таро я как-то их и видела. И даже брала в руки, но в детстве потом уже все это бросила. Давным-давно. И не хочу к этому возвращаться совершенно. Совершенно меня на это не тянет. И вообще, что называется, с меня достаточно. Ну, короче, гадание, но очень уважаемую тему прогнозирования. А вот прогнозирование – это наша тема. Исследовать и делать выводы. Да. Ношение креста для вас обязательно или нет? Да. Я крест всегда ношу. Да, я тоже просто сейчас его достал для как атрибута, так он вообще под майкой. В принципе, у меня он тоже обычно под одеждой, но я его всегда ношу. Так, достали кресты, потому что это как бы тема Хэллоуина, это готичина. В то же время это красиво. В чёрном серебро смотрится хорошо. Ну и эффектно. Соблюдаете ли вы пост? На тему поста мы написали, что сейчас продукты другие совершенно. Поэтому соблюдать пост совершенно просто невозможно. Ну, по крайней мере, по типикону, поэтому как бы сейчас соблюдение поста, сейчас, ну, вообще в наше время некоторые люди всё-таки пытаются пересматривать и пытаются приспособить пост уже, ну, как-то, ну, по-другому, потому что не получается соблюдать по типикону. А, ну, как-то надо вот, а как это делать? Ну, мы пытаемся немножко другие продукты в пост отредять. Постные дни, среда и пятница, ну, это вообще практически нереально соблюсти, потому что вот мы приготовили мясной суп, или вот у нас там сковородка с котлетами стоит, полхолодильника занимает. Ну вот, а многодневные посты, вот особенно, в частности, великие, ну, там, опять же, смотрим... Соблюдать, чтобы была смена пищи. Ну, в общем, и это тоже, ну, и там мы смотрим, как там... Рыбки покушать, крабов, креветки. Ну, да, хотя рыбка, крабы, креветки, это, можно сказать, деликатес, конечно, это, скорее, больше скоровная пища. Ну, это сложно сказать, но мы питаемся тем, что доступно. Ну, да, да. А, в принципе, рыбка и морепродукты, это как скоровная наша. В пост стараемся больше увеличить молитвенные правила, читать больше Библию, слушать больше разных лекций на тему вероучения. Правильно, именно чтобы, именно, то есть, как основной смысл... Человековный настрой создавать. Да, да, именно почаще вспоминать Христа. Да, религиозную жизнь усилить. Да, да. Это как раз на эту тему очень многие священники любят высказывать. Кстати, да, чётко. То есть, даже не то, что у вас там на столе стоит, да, фиксим составом. Хотя бы вот здесь вот, чтобы, ну, более-менее порядок навести. Вот здесь. В душе. Да, да, там немножко прибраться. Да. Ну, хорошо. На этой прекрасной ноте тогда, наверное, будем завершать наше общение. Спасибо большое, что пришли на стрим в качестве гостя. Анна, поможем ли мы вместе попраздновать Хэллоуин, любимая? В каком смысле? Ну, а собираешься ли ты, Астра настоящая, к нам на Хэллоуинскую ночь? А, ну, на стрим в качестве комментатора я постараюсь зайти после своего стрима, потому что я тоже буду стримить на Хэллоуин. Мы будем допоздна. А, ну тогда, тогда я зайду к вам, да. Главное, чтобы там не было фейка. Ну, дайди, пожалуйста, ладно, любимая? У нас обычно стрим, мы объявляем официально, что он до 24, но после этого мы иногда и до 3 ночи задерживаемся на мубанге. Что-нибудь вкусное, пьяное мы употребляем. Ну, конечно, от Каешки и горькие бракуицы оба. Хорошо, да, обязательно приду. И все подписывайтесь на канал Плуточек, ссылка есть в описании под стримом. Спасибо, любимая. И на канал Ася подписывайся. И ко мне в стрим тоже, пожалуйста, приходите, друзья мои. Да, мы Аску очень любим. Да, и Анечку саму мы очень любим. И Анечкиных зрителей тоже очень любим. У Ани очень хорошие зрители. Да, спасибо. Да, правда, у тебя хорошие зрители очень. Мне нравятся они. Это приятно. Я думаю, зрителям тоже приятно, конечно. Да, я предупреждаю, что не верьте уже Платочку, который говорит гадости, который говорит глупости. Да, пожалуйста, не верьте фейку, пожалуйста, ради... Если не помневаетесь, это к вам приходил настоящий Платочек или фейк, заходите к нам, указывайте ресурс, где и когда уже Платочек проявился. Да. И мы дадим ответ на нашем ресурсе, хотя бы вы видите нас настоящих, официального ресурса. Да. У нас во ВКонтакте и Ютуб. Да. И когда я зайду к вам на стрим, буду писать вам в комментариях, то я заранее напишу вам ВКонтакте, что я зашла, и это точно я. Хорошо. Хорошо, любимая, да. Да. Мы, кстати, тоже вот эту... Да, спасибо, царица. Вот эту идею учтём. Будем писать на Анну Королёву, Анну Браун, что вот мы к вам зашли. Хорошо. Да, спасибо, царица. Спасибо, любимая. Спасибо, что пришли. Было очень интересно пообщаться. Всех поздравляем с Хэллоуином. С засыпающим Хэллоуином. Желаем вести Хэллоуин, да. Да, и заходите к нам. Для нас вообще любимого не бывает особенно хороших идутов. Культурно отдохнуть в тематическом антураже. Хорошо. Напоминаю вам, главный атрибут тыква, потом чёрный и оранжевые цвета. На атрибут также мистика, также сладости и хорошее настроение. Заходите в гости к нам. Никаких жертвоприношений, никакого насилия, никакого оскорбления на почве религиозных чувств. Всё светское и весёлое должно быть. Вот именно. Так что ждём вас всех. Заходите в гости к нам. Будем очень рады. Обязательно зайдём. Всё, всем пока. Пока-пока, благочки, пока. Спасибо. 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 Спасибо.